Мутный овраг Жители микрорайона Дашковой песочни жалуются на зловоние, исходящее из оврага в Дендропарке. По их мнению, в него незаконно сливают канализационные нечистоты. Дискомфорт усиливает нахождение рядом домов и детской площадки. Для жителей Дашковой песочни это место почему-то считается едва ли не культовым. Весной и летом здесь, оказывается, гуляют, жарят шашлыки и просто весело проводят время. Теперь именно сюда, мол, какой-то злодей направил канализационные стоки. Так утверждают в жалобе, опубликованной на рязанских информресурсах. То, что течет по дну, они гордо называют прудом, а любое изменение экологии здесь воспринимают как личную обиду. Вот только никакого парка тут нет. Технически это дренажный овраг. И все, что в него стекает, никакого отношения к чистой воде не имеет. Вот она, та самая лужа. Назвать ее местным прудом как-то язык не поворачивается. По ощущениям запаха канализации здесь нет. Но если сильно присмотреться, то можно заметить над водой пар. А это не что иное, как, скорее всего, утечка из теплотрассы. Если покопать в архивах интернет-форумов, то порывы теплотрассы в этом районе иногда происходят. Дело житейское. Понятно, что все это превращается в поверхностные воды, которые стекают туда, куда и нужно. В дренажный овраг. А вот вывода канализационных стоков здесь нет. Мы провели обследование этой ображенной валки. Установили, что загрязненных канализационных, тем более, стоков нет. Но из дренажной трубы набор больше, чем обычный. В связи с этим задание нашим муниципальным ресурсоснабжающим организациям дано задание проверить ближайшие сети на предмет возможных утечек. А вообще, конечно, к этому, как уверяют нас неравнодушные рязанцы, месту отдыха сегодня не пройти. В основном из-за бурелома. И, кстати, если уж действительно здесь гуляют местные, ну, так исторически сложилось, то неплохо было бы, говорят в городской администрации, жителям близлежащих домов провести здесь субботник и очистить балку от сухостоя и мусора, чтобы по-настоящему называть это место своим. Как сообщили в дирекции благоустройства, эту территорию намерено убрать во время проведения весеннего месячника. Там, может, и активисты подтянутся. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В районе Дягилева жители не первый год жалуются на неудовлетворительную работу своей управляющей компанией. Жильцы некоторых домов постоянно сталкиваются с протечкой канализации в подвалах, с крысами, которые там живут, убегают по всему двору. А также их не устраивает ситуация с лифтами, которые давно отслужили свой срок. Район Дягилева у некоторых местных жителей ассоциируется с затопленными канализацией подвалами, крысами и просроченными лифтами. Тем, кто до этого жил в других районах города, есть с чем сравнить. И эти люди уже который год борются за то, чтобы в их домах был наведен порядок. В первую очередь горожан беспокоят канализационные трубы, которые протекают и заполняют подвалы нечистотами сразу в нескольких домах. Про трубы я писала в администрацию города, все лето писала. Ну какие-то отписки мне там приходили, там типа нормальные трубы сделаем, ну запах канализации там стоит. Постоянно, и зимой, и летом. Что есть разные дома, это как с момента постройки дома. Там два колодца, они пошли в просадок. И поэтому получается нарульная канализация, там перелом. И поэтому порой топит подвал. Запах канализации от дома номер 31 на улице Белякова чувствуется даже в сильный мороз. Такая же ситуация с домом номер 20, расположенным на этой же улице. Там, по словам жителей, им самостоятельно приходилось искать течь в трубах водоотведения, поскольку представители управляющей компании ее найти не смогли. Как говорит Елена, трубы в 20-м доме должны были поменять в прошлом году. Об этом говорилось на сайте фонда капремонта. Водоотведение не стояли менять на вопрос, почему. Они сказали, а мы не нашли подрядчика, кто вам будет менять эти трубы. Теперь перенесли на 2028 год, то есть на 8 лет. Я обращалась в жилищную инспекцию, говорю, а почему на 8 лет? Ну, так вот, по плану. Так вот, по плану. В 19-м доме, вот Белякова 19, мне вот жители рассказали, что у них прорывы, засоры в трубах бывают каждые 2 месяца. Ну, как это, как это, каждый засор и труб, каждые 2 месяца их отказываются менять? Ну, это просто, ну, я считаю, что это издевательство над жителями. Кроме того, местные жители говорят, что в целом у близлежащих домов проблем достаточно много. В частности, их беспокоит равнодушие управляющей компании к вопросам горожан. Я два раза в прошлом году вызывала слесаря, вот я в 10 утра вызвала, что-то у меня там капало, до 4 часов его прождала, никто не пришел. Я опять звоню в диспетчерскую, говорю, извините, говорю, я вот не могу вас больше ждать. То есть не они мне позвонили, то, что там какая-то авария, слесарь не придет, просто вот слесарь не пришел. Вообще управляющая компания работает из ряда вон плохо, потому что лифт должны были поменять 2 года назад, дом 2003 года. По руководящим документам срок эксплуатации лифта 25 лет. Сейчас уже 27 лет лифту, постоянно люди застревают, крысы заполонили наш двор полностью, кажется, что они скоро наших собак съедят уже. На заявки по поводу крыс, которые перебираются от мусорных контейнеров до теплых затопленных канализаций и подвалов, управляющая компания «Комбайн Битсервис», по словам местных жителей, не реагирует. К слову, наша редакция также не смогла дозвониться ни по одному номеру в эту обслуживающую организацию. В то же время местные жители не собираются сдаваться и намерены продолжить борьбу за свои права. В том числе они хотят, чтобы между тротуарами и дорогой установили бордюры, потому что и зимой, и летом на тротуарах спокойно паркуются автомобили, а пешеходам приходится ходить по проезжей части. Зимой это особенно неудобно, и граждане надеются, что на заснеженные дороги, а также на скользкие ступеньки подъездов будет обращено внимание. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ночной снегопад не застал врасплох Рязанскую дирекцию благоустройства. Техника на улице города вышла практически сразу после начала вьюги. Сегодня снег убирают 50 единиц техники. Работают в две смены. Особое внимание остановкам и тротуарам. Людей с такими машинками на улицах Рязани все больше. Это и понятно. В приоритете пешеходные переходы, тротуары и остановки. От них лопат здесь будет явно недостаточно. А значит пришло время снегоуборочных мотоблоков. Их уже два десятка. Сегодня коммунальщики стараются работать как часы. Вовремя убирать снег, вовремя его удалять. Вот эти самосвалы в режиме ожидания. Их время вывоза наступит позднее. Как стемнеет. Работы продолжались всю ночь. Продолжается и по сей день. Мы даем 2-3 часа по технологии для работы так называемой реагента. Когда реагент вступает в контакт со снегом. И начинается его плавление. После этого через 2-3 часа выходят колонны машин на подметание. Две смены у нас. То есть с 7 утра до 19 вечера. С 19 вечера до 7 утра. В каждой смене не менее 25 машин. Остановкам общественного транспорта уделяется особое внимание. Так как это большой пассажиропоток. Проводится расчистка. Проводится вывоз снега с остановок. Отдельно расчищаются заездные карманы. 50 снегоуборочных машин на улицах Рязани работают ежедневно. И это только та техника, что принадлежит дирекции. Сторонние подрядчики в мощи добавляют еще. Режим работы круглосуточный. В микрорайоне Дягилева сегодня настоящий аврал. На радость автолюбителям расширяют проезжую часть. И это отличный пример взаимодействия властей с частными подрядчиками. В связи с тем, что здесь ездит общественный транспорт. И поступает много жалоб жителей о том, что невозможно разъехаться двум машинам. Было принято решение попросить подряд организацию о дорожное строительство, о помощи городу. В чем они нам не отказали. И сейчас их техника занимается как раз таки вывозом и расширением проезжей части для беспрепятственного проезда транспорта. Эту работу местная общественность, очевидно, утвердит с радостью. Теперь, как известно, еще и жители оценивают уборку города. От этого напрямую зависит оплата. Так что качественно выполнять задания и не злить рязанцев для подрядчиков – залог финансовой стабильности. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тюрьма – это территория запретов. Здесь нет не то, что сотовых телефонов, даже игральной карты нельзя. Но, как известно, голь на выдумку хитра, поэтому в зону запрещенка попадает. За 2020 год изъяли 907 сотовых телефонов. Эти 18 телефонов пытались пронести в исправительную колонию номер 5. Просто передать их не получится, а запрещено. Поэтому и придумали другой способ – неординарный. Спрятали в гречку. В автомобиле, который доставлял продукты питания для осужденных под управлением осужденного участка колонии поселения, назовем его ТЭА, чтобы персональные данные не разглашать, была попытка доставки мобильных средств связи, которые ухищенным способом спрятали в мешках из-под гречневой крупы. 18 мобильников, 14 гарнитур, 12 наушников и 3 сим-карты. Все это изъяли, а водителя привлекли к дисциплинарной ответственности. А 3 дня назад произошел другой случай – так называемый переброс. Ранее судимый москвич попытался перебросить через ограждение исправительной колонии номер 2 сотовые телефоны. Мужчину задержали. Да, наиболее частая доставка запрещенных предметов – действительно средства мобильной связи. Также еще у нас пытаются доставить иногда наркотические средства. То есть, эти тоже попытки как бы сохраняются. Ну, вот как бы в настоящее время у нас реализуется комплекс мер, предусмотренный к Советам безопасности. И основной как бы упор делается на именно предотвращение попыток доставки средств мобильной связи. Наркотики прячут тоже изощренно. Например, в сигаретах между фильтром и табаком. Прячут и алкоголь, в консервах или еде. Найти то, что скрыто, в большинстве случаев удается благодаря поступившей оперативной информации. За почти два месяца этого года изъяли 126 единиц средств мобильной связи. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанская спортсменка завоевала серебряную медаль чемпионата России по стрельбе из лука. Соревнования проходили в Орле в последних числах января. За звание лучших стрелков страны боролись 360 лучников из 39 регионов. Матч открывает Санина Вероника по второму счету. Это финал чемпионата России по стрельбе из лука. Рязанка Вероника Санина соревнуется с чемпионкой мира Натальей Андреевой. Соревнования эти для нашей землячки непростые. Боролась и в отборочных, и в полуфинале. Под конец волнения все же взяло верх. Как результат – серебро чемпионата. Вероника Санина занимается стрельбой из лука 10 лет. В детстве посещала многие кружки, закрепилась на лыжах. А когда рядом с клубом открылась секция стрельбы из лука, то заглянула туда. Мои первые всероссийские соревнования – это были «Надежда России». В 2013 году там я выполнила мастера спорта. Надо дальше. Потом где-то через год я поехала на первенство России в Таганрог. Там я выиграла это первенство России. И меня уже начали брать на сборы. То есть рассматривать меня на какие-то международные соревнования. Однако один раз Вероника все же решила бросить стрельбу. Но уже через неделю поняла, что скучает. Вернулась в клуб и классический лук заменила на блочный. Уже с ним выиграла и чемпионат Европы. И заняла призовое место на чемпионате мира. Медалей кубков у девушки хватает. Определенно здесь, наверное, очень много играет ее характер. Потому что очень волевой, боевой характер у девочки. Ну и она очень давно уже у меня занимается. Тренер Екатерина Маркова всегда поддерживает и помогает спортсменке. И вместе они стараются усвоить ошибки чемпионатов и исправить их. После последнего Вероника тренируется и совершенствуется. 23 марта спортсменка поедет в Алужту, где пройдет кубок и чемпионат России. по стрельбе из лука. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв и в группе в соцсетях. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова